Девушки отдыхают 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 центр сбегали посмотрели что там вообще подозрительная такая такой затишье у эльфа он вообще должен часами доделать играть на тар 2 он должен уже вроде как с пандой быть вот с другой стороны он с этой панды должен либо бежать к хуману либо ставить экспорт раз не прибежал значит где то скрипится по крайней мере думает тот судя по его действиям а вот приходит дарк рейнджер к строллим с с арчами ой как какой звериниц то большой удачный телепорт делает отменяет башню берет всех ментов тот рейнджер к там вырезает рабов появляются первые скелеты башни одну отменили второй грейдим а отбиваемся благодаря большим синим элементарям архмак 3 ла с делает свое дело заказываем дополнительных рабов скорее всего сейчас будет резак еще выманивать можно футменом да или архмагом можно выменить лучше рейнджер герой хотя времени тут мало а вот она и панда очень большой зверинец ухота очень большой так отступает диспл нужно вызывать элемов нужно строить рабочих нужно делать футменов нужно грейдить башни тянуть время так еще один футмен падает тот мочит тот тащит всех ментов берет с мэйна тот понимает что либо сейчас либо собственно никогда он не отобьется и нападает падает футмен там делает он дефенс на футменов рановато напал француз на самом деле менты еще не подошли сейчас подходят менты убивают наверху тролли персерка падает еще нет ушел ушел жрец лесных троллей нет умер последним фаерболом застрелял архмак начинает атаковать еще одного футмены грамотно вырезают одну арчу сейчас вырезает вторую здесь грейдится башни тот неторопливо но довольно четко все делает архмак четвертого левела это значит что лемов будет еще больше и в результате у хота из всего его бестиария остается всего лишь два герои до пара арчей и башня догрейдилась на нычке неприятно неприятно для хота хотя подышать можно рабочих убивать можно но а убийстве противника не идет уже и речи рейнджерка очень битая вот эта цель очень хорошая но за архмагом бегают скелетики не дают ему остановиться арчап сейчас умрет от башни не хватает магической вышки на экспанде у тода ход параллельно должен сейчас ставить экспан потому что ааа он понимает сейчас что ааа он не сможет максимум что он сможет сделать поубивать дополнительно рабов рейнджерку начинают застреливать архмаг выстрел и телепорт вынуждены делать рейнджерка да эх жалко 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 сейчас счет 3-1 в пользу второй группы за которой играет ход то есть лин принес в команде 3 очка и потом тот с ним справился вот и сейчас собственно следующий игрок слили на ход в группе д а пытается вырвать победу одного очка всего лишь не хватает для того чтобы группа выиграла но вы видите что француз очень очень серьезен вообще несмотря на то что мы очень болеем за ход это нам мы вынуждены сейчас наблюдать за действиями Тода и будем уделять внимание именно больше его действиям его мыслям и его игре сейчас как раз тот снова проверяет наличие экспанда и находит его у Хота правильно ну это два логичных действия когда Хот пришел пушить когда он понял что не запушь он ставит экспанд тот понял что тот понял что тот не сможет поставить экспанд построил ну и пошел его убивать строящийся эльфийский вот и то есть как бы тут не магия не мафхак это просто логика тем временем пользуюсь отсутствием француза на мейне ТР3 делается играет на ТР3 уже у эльфа первые дрядки минус очень много рабов ход тащит падает еще раб одни скелеты остались на экспанде правда битые битые дрядки сейчас кажется одна умрет да судя по всему там был крик дрядки да я вижу труп ее архмаг наполовину пятый учитывая то что так пропускают еще рабочего достроилась вышка так здесь арча здесь у нас дефонс старается старается контролить в разных местах скелеты разваливаются прибегает снова аэм футмен с дефонсом довольно неплохо справляются с дрядками вторым героем ТР2 уже сделался у Тода он заказывает маутен кинга в алтаре панда получает 2 лао благодаря убийству элементали там дряды травленные на мэне у эльфа которые сражались парочка дриад сражалась с футменом так и судя по всему там тот строит арканов санктум не видел я блэксмесса у него рискну предположить что все таки он будет массить спалбрекеров и кастеров то есть рифлов не будет но в принципе не удивительно тут же у нас нема с дриады да у нас медведи выход в ТР3 и кроме того мы отменили экспанту противника что позволяет нам как бы ну мы знаем что он его в любом случае поставит рано или поздно и скорее всего он сейчас строится и именно поэтому тот снова бежит через центр карты убивать строящийся экспан нет он где-то скрипится так пришел брус скорее всего рифлов не будет будет кастер и как раз нужно пушить противника на ТР2 ах тут смотри у нас еще старкафт проявления записывается вообще у нас в комнате 3 компьютера это про геймер клик представляешь у него да вообще все молодец мышку там настраивает свою а играет тот против хота вот от первого лица представляешь какие ценные штуки адидас повсюду томов экспириенс кажется выпал на да томов экспириенс выпал на магазине это очень хорошо правда архмаг уже третьего левела видимо ждет откуда откуда столько дриад думает сейчас тот зачем зачем он же делает тайртрип наверняка думает француз но вот башни они как бы хорошо справляются с дриадками стопит архмага у него есть телепорт он все таки свою жизнь спасет но самое главное что теперь телепорт делает аэм тот стопудово ожидал появление медведей потому что там был грейт на таре 3 он делался и если бы он знал что там будет масс таре 2 масс дриады он скорее всего построил бы blacksmith построил бы но если не рифлов то по крайней мере минус приезд как прессует как прессует украинец построил бы там воркшоп например мортирки вот сейчас он загнан на свою базу вот строит воркшоп blacksmith у него все таки был построен я прозевал этот момент как рабочих то разводит этот зерк серьезно все будет очень много вводов пгл идет будет еще больше чем недели даже вот и мы будем записывать вводы очень очень много вводов не все сразу выкладывают потому что не помещаются они на главной странице сайт и возможно этот вот вы не сразу тоже увидите так приз в общем защищается французик ха 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 ой опа небольшой дисконнект у нас надеюсь это так все пронесло нужно смотреть где эльф ставит x потому что эльф должен его ставить несмотря на то что у него действительно было много дриад он мог повременить с экспандом и подождать не строить его некоторое время в игре реклама одидаст только что промелькнула для того чтобы синхронизировать комментарий стрим периодически падает он падает на там обычно на минут 15-20 а тут он ожил через буквально 30 секунд это хорошо это очень хорошо архмат пятого левела с телепортом и с маутен кингом очень маленьким неопытным там второго кажется левела после того как экспириенса крепится тут у нас есть нычка тут все устроится маутен кинг получает левелап да вот он только сейчас стал второго левела второй арканов санктум второй храм истины и снова приходит ход на этот раз уже с медведями телепортируется тот у него очень-очень мало войск буквально там 4 юниты до пары героев и но ход понятное дело что не может здесь спокойно сражаться потому что здесь стоит 3 башни одна из них магическая четвертая грейдится черт знает когда она догрейдится и скорее всего это была атака вот нычка пожалуйста да это скорее всего была атака такая превентивная для того чтобы тот не выходил со своей базы вот как он сейчас сделал чтобы он сидел за башнями и не рыпался не крепился не уходил никуда вот так ну что у тода тут уже мортирки начинают появляться все еще тар 2 начинает он крепить гоблинскую лабораторию гоблинов просветил просто а нет делая разведку что у эльфа нычка и понял что Эль сейчас отвлечется и пойдет ее ставить поэтому у француза появилось время для того чтобы продолжить диспл делаем пристам хелен варды выпадают тоду в затяжной игре это мега девайс так возвращаемся к игре сбал брейкеры мортиры мортиры кастеры эльф ставит экспанд хуман ему нужно сейчас снова да отводить архмага подставлять подкриппинг маутен кинга чтобы он побыстрее получил третий четвертый пятый левел вертолетики есть стратежный вертолетик такого давно не видел пронумеров пронумеров пронумеровал тот башни свои арканки для того чтобы делать просветку ими прикольно в одну отдельную группу чтобы не возвращаться на там на мэй на нычку чтобы все было под рукой и видит вертолетиком что эльф находится рядышком тут у него закреплена шахта и скорее сейчас сзади подойдет да подходит уже эльф нужно быстрее импортироваться вертолетик делает разведку даже не успел элементарь задиспеллить да очень удачно получилось у французов снова покупает телепорт сейчас нужно собраться скорее всего а он еще из лимита не вышел то есть тот подстроился где-то под лимит 47 судя по пикселям но из лимита пока не выходил то есть у него налички где-то 1500 1600 в принципе уже пора потому что сейчас начнет работать эльфийская база и сейчас нужно выходить из лимита вот он так и делает выходит из лимита заряжает оба храма истины на производство делает грейд на защиту заказывает еще пару мортир начинает строить фермы дополнительные сейчас у него лимит где-то 55 56 и из 60 в общем максимум сейчас будет побольше вертолетиком грамотно пасет где находится очень четко контролирует все-таки француз игру на самом деле потому что потому что все верно делает делать во время разведку смотрят что делает эльфу принимает правильные решения все-таки один из лучших игроков за альянс в мире лучшие лучшие так скажем не китайский игрок за альянс вот ну что в китае все-таки sky и тхо которые могут то а инфи еще господи сколько что них там действительно да вот в корее с хуманами похоже все-таки так поэтому тот молодец он играет неплохо хотя его выигрывал но это было давно и неправда 67 лимита у француза и он готов уже сражаться молодец свиток мортиры все строится спал брейкеры к магазину двигается сейчас будет куплен еще один свиток и в принципе тот уже готов сражаться брюс играет зерк sc карри против эстро фанс фэнси за зерга мы смотрим сори ну ты просто в следующий раз это самое мы можем выбирать только рассмотреть фэнси псих говорит брюс да но он его тоже хорошо 5 мортир очень много у эльфа тоже порядка 70 лимита но много дриад а дриада это такое шлак пошло пошла битва клэп маутенкинг делает клэп мортиры стреляют сколько сколько хота он тот делает холенвард читает свиток устраивается вроде как нормально правильно еще один холенвард фанда забегает правда в мортиры дриадки туда тоже забегают еще один холенвард ставит тот все ой ой разваливается кажись разваливается хотя черт его знает еще один свиток очень вовремя читает свиток француз архмага немного начинает бить дриады разваливаются мортиры правда тоже никакие но медведи осталось не так много всего лишь 4 штучки панда бита и панда делает телепорт да это плохо конечно 66 лимита у альянса он потерял где-то 10 лимита а эльф трупов конечно там типа мало эльфийских воинов на самом деле все просто разорвали мортиры потому что они разрывают и трупов не оставляют дриад там конечно полегло где-то штук 6 точно поэтому сейчас очень опасный момент ааа недостаток в том что ход намасил дриад на тар 2 и они в свое время ему помогли прижать хумана и удивить его но сейчас они шлак потому что пол пачки мортир дриад даже перскортечи разрывают очень даже неплохо с другой стороны сейчас очень важный момент потому что ход с двух умничек начинает строить чистых медведей и они уже будут гораздо полезен чем дрядки нужны дрядки нужны по-любому но их нужно штучки 3-4 исключительно для того чтобы стопить и диспелить третьих больших элементарь поэтому но строить их вот 9 штук пачку этом сейчас уже не нужно и ход этого делать конечно же не будет крепится французик делает разведку все сечет вообще на месте хода нужно сейчас готовиться вот к этой атаке потому что а ход пошел разводить товарища двух подрывников нанимает француз я очень надеюсь что даже хотя даже если играет если не поможет хотя ход уже здесь двух подрывников он заметил один прошел взорвался виспо вытащили поехали есть фэри драгоны фэри драгоны это очень хорошо они сразу начинают штрафовать сорку минус одна сорка минус один приз и в ппх хуман телепортируется михаил новопашин выравнивает игрон защитил свой экспант он заставил противника потратить довольно много денег на подрывников и сбил его планы самое главное что сейчас в общем сейчас французу нужно либо собираться во вторую атаку которая скорее всего станет последней либо ставить третий экспант потому что сейчас уже у хота не будет войск меньше ааа и любой размен будет выгоден ему потому что все таки прокачивается панда и ну и армия tire 2 у альянса она практически всяк кроме спутбрейкеров контрится пандой поэтому очень опасный сейчас момент опасный момент для француза он продолжает строить мортиру он продолжает строить престов еще раз жалею что не удалось посмотреть эту игру за хота стрим его лица отрубили по крайней мере в самом начале сейчас мы смотрим что делает француз он явно не на стороне зеленых вырубает леса просто взрывает мортирами такой проход себе делает для того чтобы лучше видимо затариваться в магазине чтобы не надо было оббегать вот да покупает свитки ну видимо там эльф просто может быть а нужно оббегать довольно большой крюк делать а так он чик чик моголд из реклайд уже плохие новости у тода ему не хватает уже денег на второй свиток в принципе он подкопился судя по пикселям у него да и чисто визуально где-то лимита 75 ближе к 80 77 из 90 вот он делает просветку и вот сейчас ему нужно идти в атаку которая должна закончиться его победой потому что если она не закончится его победой то он эту игру отдаст сейчас готовится битва эльфа в принципе сейчас не нужно вот сейчас ему вообще не нужно сражаться потому что у него переползла нычка сейчас у хомана закончится мейн буквально через несколько секунд и ему нужно будет переползать на другую точку а у эльфа уже нычка до топа сейчас время работает на эльфа и в общем не нужно сейчас в такой ситуации торопиться суетиться ни в коем случае потому что сейчас в одно сражение решится исход игры и исход вот может даже в группах то есть если ход в игры то его группа одерживает победу а у его голдмайн коллапс шахта у тода закончилась и он сейчас выходит из лимита все да последняя атака он выходит из лимита 80 делает просветку готовится морально и мобилизовывать все свои войска для последней атаки и вкладывается полностью берет всех рабов сзади нападает эльф с фланга гиппогриф есть для того чтобы вообще непонятно для чего гиппогриф ему здесь нужен во что вертолетик склевать а рабов ловит на самом деле там панда может на этих рабах 5 лвл получить но что то что панда подставляется по 2 магические вышки это очень очень плохо в это время мортиры сносят ой 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 если ты сюда скелепортируешься ход не надо но ход решил видимо разменяться нычку на нычку разменивать свой свежий экспант на единственный оставшийся экспант у альянса в принципе размен хороший только нужно бихнуть на рабов чтобы чтобы сбить нычку нет не успел не успел михаил к сожалению догрызть экспант но отдал свой так размен не в пользу миши к сожалению пока что но игра продолжается позвоните кузе а нычка работает и у того и другого если ухода до этого было некое преимущество благодаря работающему экспанту то сейчас игра выровнялась а тот делает разведку грамотную то есть предполагаемые точки где эльф может поставить экспант он только что просветил и обнаружил там шарик который явно туда не просто так прилетел либо просто он это была разведка эльфа в левый верхний угол ну на предмет если там экспант у альянса потому что больше шахт на карте нет то есть две угловые остаются в левом верхнем углу и в правом нижнем солидная армия ухода солидная здесь лимит 80 даже с плюсом я бы сказал здесь медведи штук 7 дрят столько же еще пара ферриков серьезно серьезно очень так у нас по старкавту игра еще началась вот 80 лимита ровненько у француза сейчас он идет на предполагаемое место экспанда или там уже есть красная точка кажется там есть уже красная точка и там уже типа эльф строит свое дерево а эльф подходит судя по карте пикселей тут конечно но кажется он подходит снизу к экспанду там красная точка мелькнула да здесь строится экспанд а эльф был вот ниже чем хотя он должен был уже напасть ай-яй-яй ход невнимательно как поступает он не отменил свою базу мало того что ее да эльф действительно здесь снизу был ай-яй-яй-яй-яй отдал ну просто это невнимательность это небольшой минус но панда получает 5 левел вот для чего ты так дышал на рабочих это просто свидетельствует о том что ход сейчас торопится и не все успевает вот поэтому больше этот факт расстраивает но ведь спаза диспейлил молодец и идет встречать хумана потому что тот уже бежит к нему на нычку и с мортирами он сможет разрушить ее довольно быстро сорочки кидают в инвиз маутен кинга нычка тут готова начинает снова добывать перестраивается и один и другой вроде оба как хотят сражаться феррики вешаются оббегают очень грамотно дриады забегают сверху прямо в мортиры медведи тоже оббегают банда врубает аэмша дыхание на мортиры третьего левела и тот улетает оттуда высвоясь потому что та картина которую нарисовал в первые 5 секунд ход она была очень такая несимпатичная тоту она не понравилась и он решил оттуда сразу же смыться действительно Миша очень грамотно начал бой он в него вложился он его явно продумал перед атакой то есть разделил войска правильные девайсы выпил успел панды забежать повесил дракончиков зарычал медведями в общем к сражению Миша готов и это радует 79 ну в общем около 80 лимита у француза оба держатся на одном экспанде благодаря своим мортирам тот светит всю карту вот он видит и армию врага там какого левела шестого уже рейнджер какая молодец да 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 у него еще башни светят халява магически это и вертолетик самый классный разведчик ну после шейды наверное все таки быстрый самый быстрый в игре детектор ну и стоит вообще дешево так бомбит только сверху панды в инвизи врывается посмотрите как снова мортиры снова дыхание дракончики только сейчас немного кучно медведя получились но ничего ничего там чарм делает шестой левел врубает панда тот сдавайте сдавайте друг циклон вверх поднимает главного героя медведи разрывает все просто на части рейнджерка врубает инвул на последних хитах еле-еле убегает тот делает телепорт господи у тебя тут осталось сколько пятьдесят шесть лимита и шахта разрушилась да тут конечно на мораль давит очень жестоко обстоятельства вот но французик то не сдается он чемпион вот и он молодец он светит на самом деле сейчас просто два героя могут сделать всю игру это рейнджерка и панда рейнджерка просто может всех юнитов переманить да и тот пишет и в общем мы сейчас этот ввод сделаем скорее всего сейчас посмотрим что у нас по старкрафту интересного ну и конечно же продолжаем писать вводы и выкладывать их на goodgame.ru заходите к нам почаще мы работаем специально для вас то есть мы выкладывать вводим как